Шалом, мои дорогие друзья! С вами Равин Каплан и сегодня мы поговорим о недельной главе Торы Ваекра. Она, дорогие друзья, рассказывает о жертвоприношениях. И хотя эти законы, к сожалению, недействительны уже более двух тысяч лет с момента разрушения храма, моральные принципы, которые они воплощают, по-прежнему бросают нам вызов, дорогие друзья. Дают нам смысл и делают нас счастливыми. Легко предположить, что люди, которые нашли смысл, счастливы, а те, кто счастливы, нашли смысл. Счастье в значительной степени является вопросом удовлетворения потребностей и желаний. Смысл же, напротив, связан с ощущением цели в жизни. Счастье зависит от того, что вы чувствуете в настоящее время. Смысл – это то, как вы оцениваете свою жизнь в целом. Прошлое, настоящее и будущее. Счастье ассоциируется с получением. Смысл – с отдачей. Люди, которые страдают от штресса, беспокойства и тревоги, конечно же, несчастливы, но вполне могут жить жизнью богатой смыслом. Прошлые неудачи уменьшают счастье в настоящем, но люди часто связывают такие моменты с открытием смысла. Более того, счастье не является чем-то уникальным для человека. Даже животные испытывают удовлетворение, когда их желания и потребности удовлетворены. Но смысл – чисто человеческое явление. Оно связано не с природой, а с культурой. Ведь исконная суть творения – это желание. Само по себе желание нейтрально и может быть направлено в любую сторону. Для себя, для других, неважно куда и как. Но когда к нему присоединяется эгоистическое намерение, оно становится злым, дорогие друзья. Потому что он настраивается не только на обеспечение самого себя, но еще и на стремление не дать другим. В Торе сказано «Я создал зло и дал Тору для его исправления». Злым началом называется наше желание, которое всегда идет с намерением ради себя. Если же мы отказываемся от эгоистического применения желаний, тогда это духовное действие называется жертвоприношением. Иными словами, мы жертвуем своим эгоизмом, но не уничтожаем его, а уничтожаем эгоистическое исполнение желаний. Все наши желания делятся на неживой, то есть растительный, животный и человеческий уровень. Каждая часть имеет свой вид исправления эгоизма на альтруизм, на отдачу, дорогие друзья. Самое простое – это работа с неживыми желаниями. В Торе их олицетворяют со строительством скини, изготовление различных предметов из золота и драгоценных камней, употребление в пищу соли, воды и всего, что мы добавляем из земли. К растительным желаниям относится все, что произрастает в природе – зелень, зерна, злаки, а также пища, приготовленная из них, например, хлеб, выпекаемый из муки и так далее. Различные категории животных, желания, описанных в Торе в виде птиц, рыб и животных – это уже очень высокие эгоистические желания, надо сказать, дорогие друзья, которые надо ритуально, так сказать, убивать, уничтожать, выбрасывать. Особым образом, каждое из животных желаний человека должно быть по-своему обработано, чтобы его можно было перевести из эгоистического использования в альтруистическое. Об этом и говорят законы Кашрута, то есть очищение от эгоизма. Последний уровень желаний – это человеческие желания, когда мы уже должны работать над собой. Самое высшее намерение называется Коген, затем идут левиты, а затем весь Исраэль. Приносить желание в жертву – значит постепенно исправлять его использование с намерением ради себя на отдачу ближним. С другой стороны, это не жертва, ведь на иврите слово Курбан – жертва означает приближение, то есть действие, приближающее к Творцу. Другими словами, погоня за смыслом отличается от погони за счастьем тем, что она связана с поиском чего-то большего, чем просто «я». Мы готовы идти на жертвы, когда чувствуем, что они являются частью задачи, к выполнению которой мы были призваны. Этого я нам всем и желаю – найти себя и приблизиться ко Всевышнему, и быть счастливыми, имея задачу. Браха вас лоха, много сил и мира во всем мире. Желаю всем нам шалом, ваш Равин Каплан. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...